Приветствую вас, внимательно прочитал ваше письмо. И вы знаете, действительно, ваша дочь, она чувствует ваше настроение, она чувствует то, как вы себя ведете. Она, возможно, видит и знает, что вы все обиды держите в себе. Она понимает, точнее как, она даже не только понимает этого, она, может быть, этого и не понимает, но она это интуитивно чувствует. Интуитивно чувствует, что вы, ну, знаете как, вы не говорите то, что есть у вас. Вы все держите, держите, копите в себе. И из-за этого, да, лучше чувствует, что вот вы копите, копите, копите в себя, а потом можете как-то резко, вот, ну, резко выразить их, у вас происходит срыв. Да, пожалуй, началось это все именно с вашего поведения. С того, что вы пытаетесь все это контролировать, с того, что вы пытаетесь себя контролировать. С того, что вы чувствуете себя одинокой, ну, в общем-то, по поводу всего того, о чем мы с вами говорили ранее. И вы знаете, у эмоций есть две стороны. Первая сторона внутренняя, вторая сторона внешне. Внутренняя сторона это то, что вы себя сдерживаете. Понимаете, вообще говоря, для женщины сдерживать свои эмоции, это, ну, не совсем нормально. Женщина, в отличие от мужчины, своей эмоции не сдерживает. Она их вырожает. И мужчина, который рядом с такой же женщиной, всегда ее подержит, всегда поможет, ей всегда примет ее, всегда выслушает там и так далее. То, что вы не можете выражать свои эмоции, началось, конечно, давно. У вас как без детства. То есть вы пишете, что вам нельзя было эмоции выражать, вам было это допрещено. И вот этот запрет, впоследствии переросший в образ жизни, впоследствии, можно сказать, продолжающий час. То есть час, он у вас продолжает этот запрет. Только запрещают вам теперь уже не ваши родители, а, можно сказать, вы сами себе запрещаете это. Так вот, данный факт, конечно, очень, ну, очень плохой, очень дурной. И, пожалуй, если говорить о внутренней стороне вопроса, то в первую очередь давайте подумаем так. Вам родители запрещали выражать свои эмоции, и запрещали они выражать свои эмоции по какой-то своей причине. На тот момент, в момент вы запрет этот воспринимали, как что-то безусловное. Да, то есть, ну, понятно, родители сказали, значит, все, их надо слушать. Сейчас, будучи взрослым человеком, вам этот запрет необходимо пересмотреть. Для себя выявить, какие цели преследовали ваши родители, когда запрещали вам это, ну, или ваши родные, когда запрещали вам данное поведение. В принципе, целиком и полностью, вообще-то говоря, абсолютно нормальное, нормальное для ребенка. Но все отказываются принимать вас такой, какая вы есть. И это вас, возможно, и вселило как раз-таки стратегию поведения в виде отграждения от других, недоверия других и так далее. Возможно, хотя и не факт, что вы так же не принимаете свою дочь до конца, такой, какая она есть. Потому что вот тот случай, который вы описали, когда, ну, во-первых, вот вы задавали вопрос про безусловную любовь, нормально ли, что, там, мы спрашивали, взрослый играет с ребенком и так далее. То есть у вас есть вот эти вот проблемы, проблемы принятия детско-родительских отношений. И эта проблема принятия детско-родительских отношений, она, естественно, идет из детства. То есть вообще говоря, вообще говоря, с ребенком абсолютно нормально играть. Вообще говоря, любить можно безусловно. Это вот я как вспомнил и спрашиваю, и так далее. Но вы сами эти аспекты, вы их принимаете, поскольку, поскольку ребенок для вас это ответственность. А что насчет любви? Что насчет принятия? Что насчет восприятия вашего ребенка таким, как он есть? Что насчет понимания его поведения, понимания причин его поведения, воспринятия его проявлений, его проявлений, как, ну, знаете, как ребенка, как человека, да, его проявлений. Что насчет восприятия этого как совершенно нормальных аспектов? Ведь ребенок мыслит эксцентрично. Эксцентрично ребенок мыслит до подросткового возраста. Но в том возрасте, в котором он сейчас, он теперь начинает прислушиваться к родителям. И от, как бы так сказать, от простого копирования поведения, ребенок начинает уже различать определенное поведение по своему эффекту. Так вот, когда ребенок устраивает такие срывы, ну, по всей видимости, он прислывает какую-то цель. Может быть, чтобы вы как-то его поселили, почувствовали себя виноватой и так далее. Если это так, то от этого поведения ребенка нужно отучать. Но как отучать? Вы принимаете его слишком лично. То есть, ваша реакция на ребенка, ваша реакция на него, ну, мы говорим про ребенка, потому что у вас очень много с ним связи. Ваша реакция на него обусловлена вашей собственной реакцией. То есть, наверное, у вас возникают такие мысли, что вот ребенок чувство проявляет, ребенок смотришь, а вы-то не могли. И вы сопоставляете себя с ребенком. В силу того, что вас воспитывали по-другому, вы своего ребенка, вероятно, всего до конца не принимаете. На это указывает и то, как вы высказываетесь об ответственности, то, как вы говорите о ней, то, как вы подносите ее, что вот вам, ну, что вы не можете побыть одна совсем, что наедине побыть у вас вообще не получается. Возможно, это гипертарасированная ответственность. Гипертарасированная ответственность – это не совсем естественно. А не совсем естественно ваше поведение стало потому, что оно в вашем детстве было таким же не совсем естественно. Значит, отвечая на прямой вопрос, который вы задаете Это вопрос, как приемлемо выращать эмоции, что с ними делать Значит, я хотел бы сказать вам так Вообще говоря, ничего делать с эмоциями не надо Но вы и так с ними достаточно много чего делаете Вы их подавляете, вы терпите, вы уходите в себя Вы стараетесь как-то все сдержать И в итоге ничего из этого хорошего не получается И момент здесь в том, чтобы эмоции перестать вообще говоря подавлять Эмоции, как психологическая реакция на какие-либо обстоятельства Ну, они будут с вами всегда Они будут с вами все время И эмоции это неотъемлемая часть человека Если вы, например, какие-то эмоции подавили И если вы не хотите, чтобы у вас произошел нервный срыв То вам эти эмоции нужно как-то выразить Вы знаете, я вот не помню, говорил я вам об этом или нет Но если не говорил, то хотел бы вам сейчас это сказать Все, по-моему, не говорил Есть такой пример Существует энергия Энергия как определенная субстанция Субстанция реальная, субстанция реалистичная Имеющая материальное представление в виде человека И эта энергия, она не исчезает Она никуда не девается Она меняет свою форму Она меняет свое выражение Она меняет свои очертания Но она никуда не уходит И поэтому, когда вы пытаетесь свои эмоции подавить Вы надеетесь, видимо Что они уйдут, эти эмоции На деле они не уйдут На деле они останутся с вами Только если вы не поймете причину, по которым эти эмоции у вас есть То есть, знаете как? Эмоции, обида, боль есть там, где нет понимания И осознание того, почему так происходит Вы не принимаете, как мы уже говорили, своего ребенка Может быть полностью именно потому, что ведете себя неестественно А неестественно вы себя ведете потому, что вот так было в детстве А в детстве вы велитесь даже неестественно потому, что принять поведение родителей вам не представлялось в одной Возможно, вы не до конца для себя Сами понимаете, почему родители так себя с вами вели Почему они это прощали А если понимаете, то у вас обид И обида, любая обида Любая негативная реакция, негативная эмоция Это непонимание того, почему человек ведет себя определенным образом И это перенос реакции человека на себя, на личное себя Я вам попробую кое-что объяснить Негативное проявление адекватное Негативное проявление, ну скажем так Правильно цивилизованно Это иногда, когда человек говорит Вот ты знаешь, вот где-то ты поступил неправильно Вот тут, тут и тут ты допустил определенные ошибки Эти ошибки приведутся к тому-то, к тому-то, к тому-то Тебе нужно их исправить, чтобы не получить последствий Последствий негативных, последствий неправильных и так далее И человек прислушивается к такой критике И либо делает что-то, либо нет А если человек, тот же самый человек Который сейчас нас критиковал Начинает выражать те же самые мысли Но грубо, с оскорблениями и как-то еще Понятно, что в этой ситуации Человек представляет какие-то злые личные цели Обычно говорят, что такой человек имеет личное заинтересованность Так вот, личное заинтересованность в том, чтобы донести определенную мысль Личное заинтересованность в том, чтобы выразить негатив Определяется собственными потребностями человека И эти потребности человека являются только его личной проблемой Это не ваша проблема Это не проблема кого-либо еще Это личная проблема человека Потому что, если бы он хотел нормально выразить эмоции Негативные или, ну, как бы, речь про негативные эмоции То он бы сделал это цивилизованным путем А раз этого не делать, делать, значит, происходит именно так И в этом случае нужно понимать Что человек, который вас обижает, который вас задевает Который выражает вам какие-то негативные эмоции и так далее Он не общается в этот момент с вами Он общается как бы сам с собой Он общается в этот момент через вас сам с собой И не стоит принимать то, что человек говорит грубо, там, нагло и так далее На свой счет Он говорит сам с собой через вас Потому что так устроены люди Они не говорят сами с собой напрямую Они говорят через другого человека И вот это понимание, этот подход, этот принцип Поможет вам Ну, собственно говоря, лучше понять, что же хотят ваши родители Почему они запрещали вам выращать свои эмоции Почему они не давали вам этого сделать Видимо, они прицеливали как в какую-то сет Нужно их понять Понять, что большие вероятности им было удобнее Чтобы вы свои эмоции не выражали никак Ну, им так лучше Оставим их с их желаниями наедине с собой Пусть будет так, как будет Но вам это нужно понять Понять, что так было удобно им У вас не было другого выбора, кроме как подстраиваться Но если удобно им Это не значит, что удобно вам Или вашей дочери И вот теперь Мы подходим к тому моменту О котором вы говорите Что делать с эмоциями? Эмоции нужно выражать постоянно Если пытаться быть роботом Ничего хорошего из этого не получится Если пытаться действовать постоянно разумом То, опять-таки, из этого ничего хорошего не получится Вам больно? Вам неприятно? Вам обидно? Выразите это Скажите Пока Этого чуть-чуть Оно и будет выражено Выражено Именно в такой форме В легкой Но вы копите, копите, копите в себе И потом это Выражается в нервных срыв Конечно Ведь эмоции никуда не уходят Но если вы не хотите выражать свои эмоции То Есть Другой способ Расслабление Релаксация Какие-либо Облегчающие процедуры Например Плавание Спортом Беской И так далее Как правило Человек снимает Своё эмоциональное напряжение Через физический труд И да Я понимаю Что у вас очень много дел Я понимаю Что вы Заняты детьми Работой И у вас нет времени На то Чтобы заниматься Этими вещами Но Не умаляясь от того Что делаете вы А вы действительно Делаете многое Хочется сказать так Ваш труд Который вы Выполняете Труд по дому Труд Труд Смузин И так далее Это труд Один Один Но это труд Это ваша обязанность Это ваш долг Ваша ответственность Так вы Это воспринимаете И Это все же не то Вас это выматывает Вы устаете Но это усталость тяжелая Она Копится И она несет Себе негатив А Спортивная усталость Чисто физическая усталость Она другая Так как вы Делаете это Сами Вы делаете это Для себя И через нее Через бег Вы По сути дела Снимаете свое Напряжение Также Если оно имеется Ну тут Техники Техники дыхания Все это Можно в принципе найти Найти в интернете Все техники дыхания Теперь Мы поговорим По поводу Внешних Внешних обстоятельств Внешние обстоятельства Куда более Слочные Чем Внутренние Хотя и внутренние Были не самые простые Дело в том Что Вас Развращают Определенные Обстоятельства Определенное Поведение Людей Определенные Определенные Положения Ваши По отношению К другим людям И все это Вызывает У вас Негатив Я Прекратно Понимаю Почему Этот негатив У вас Есть И вы знаете Для того Чтобы Избавиться От Постоянного Напряжения Пожалуй Мало Только Определение Внутренних Моментов Пожалуй Нужно Еще Своим Внешним Поведением Менять То Положение Которым Вы Оказываетесь Мы Об этом С вами Уже Говорили Говорили Вам Можно И нужно Например Взять Вашу Дочь И поехать И отдохнуть Особенно Сейчас Когда Летно И она Не учит Отдохнуть Побыть Вдали Ото Всех Так сказать Психологически Релаксироваться От Постоянных Забот Важно Чтобы Вы Сами Себе В сознании Знаете Рисовали Такие Точки Моменты Обосновения Чтобы У вас Не было Безисходности Чтобы У вас Не было Ощущения Что Вот Так Как Вы Живете Будет Всегда Чтобы Так Как Вы Сейчас Себя Чувствуете Будет С вами Вечно Это Очень Важно Чтобы Вы По сути Тело Имели Перед Своим Внутренним Взором Возможность Отдохнуть Возможность Когда Расслабить Я рекомендую Вам Подумать Вот о чем Почему Так сложно Вам Заниматься С ребенком Почему Так сложно Быть с ним Если Это Часть Вас Если Это Часть Того Что Ну По сути Является Вашей Кровинкой Да Почему Так Сложно Почему Вы Не Принимаете Ребенка Таким Как Он Есть Если Действительно Так То Нужно Что-то С этим Делать Ребенку Вам Нужно Принимать Как Своего Все Ее Капризы Воспринимать Абсолютно Нормально Потому Что Ребенок И через Капризы Она Поднает Окружающий Мир А Вот Почему Вы На Делаете Сильно Почему Вы Так Ведете Себя Это Связано Не С Ребенком Это Связано С Окружающим Вас Видом С Вами Самой И С Тем Что Вы Себе Несете Вы Вы Говорите Что Вы Вращаете Возмущение Молчание Мы Уходим Глубоко Глубоко В себя А Обидит Для Сыгодан Это Не Правил Возмущение Нужно Выразить Сразу И Сразу Об Сном И Сразу Поговорить Пусть Лучше Вы Немножечко Покричите Или Немножечко Выразите Свои Эмоции И они Будут Относительно Слабыми Спустя Год Это Выразится В таком Травмирующем Для ребенка Поведении Как Например Вы Будете Топтать Его Косто Косточку Это Не Есть Наш Это Не Есть Правиль Этот Момент Который Вам Нужно Для Себя Уяснить Нельзя Держать В себе Какие Обиды Нельзя Держать В себе Какой-то Негатив Следующий Важный Аспект Перечислите По Пунктам Те Обсоевательства Которые Вас Очень Чайно Доброжат И Спросите Себя Почему Вы С ними Миритесь Просто Спросите Себя Почему Вы С ними Миритесь И Как Их Можно Даже Не Убрать А Как Их Можно Минимализировать В Вашем Восприятии Как Можно Свести К Минимуму Негативный От них Эффект Необходимо Об этом Дальше Подумать Вы Прям Вы Вы Пишите Вся Цель Формулируйте Их Для Себя Так Вам Будет Легче И Немножечко Лучше Следующий Важный Аспект Вы Пишите Что На Личном Опыте Сделали Вывод Что Обиды Которые Нельзя Выражать Часто Так И Остаются Внутри Конечно Они Остаются Внутри Этой Обиды И Они Влияют Очень Сильно На Поведение И На Эмоциональный Фон Человека Вопрос В другом Почему Нельзя Выражать Обиды Кто Вам Запрещает Выражать Обиды Раньше Это Были Родители И Этот Момент Нужно Осознать Что У Родителей Была Своя Личная Я бы Сказал Дальше Не Личная Личностная Окраска Там Того Что Они Не Позволяли Вам Выражать Эмоции Но Это Их Право Это Право Ваших Хранителей Но Нельзя Знаете Нельзя Нарушать Докон Нельзя Ставить Себя Вне Общику Нельзя Например Ну Простите За Такое Сомнение Нельзя Топтать Косточку Ребенка В грязи Потому Что Это Очень Сильно Травмирует Сихически Но Вы же Это Делали Вы Это Делали Почему Потому Что Простите У вас Был Аффект И Вы Не Основали Того Что Делали В тот Момент Вы Не Думали О Том Что Ребенок В принципе Вам Противоречит Чтобы Подтвергивать Свою Собственную Значену В силу Того Что Он Мыслит Эгосентрически Для Для Ребенка Нормально Не Соглашаться А Вам Нормально Спорить Как Ребенок Учится Делать Акцент Упираться На мнение Другого Человека Понимаете То есть Не только Его Мнение Но Еще И Мнение Другого Другого Мнение Взрос И Как Это Делать Как Этому Учиться Если Не В Спорах Если Не В Спорах По Каким То Моментам Если Не В Спорах По Ключевым Каким То Ну Ключевым Сто 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 А Ребенку Это Необходимо Ребенку Это Очень Необходимо Потому Что Именно Так Он Учится Децентрации В своем Восприятии Мира Что Вам В Эта Ситуация Нужно Сделать Ребенку Уже Достаточно Взрослый Ему 9 лет И Он Учится Сейчас Тому О чем Мы Говорили Ну Вы Можете Избирать Два Пути На Сам Деле Следовательно Первый Путь Это Тот О Который У меня Вам Говорит То есть Понимаете Что Ребенок Ну Он Спорит Просто Ради Спора Потому что Ему это Важно Может быть Ему нравится С вами Спорить Как он Чувствует Себя Взрослым 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 Это Тоже Момент И Если Вы Сможете Это Понимание Сделать Своим Собственным Опытом Вам Будет Легче С ним Спорить Понимаете Как только Вы Убираете Личный Окрас Того Что С вами Происходит Как только Вы Снимаете Своё Личное Участие Личное Значение В том В каких Обседовствах Вы Оказываетесь Ситуация Тут же Принимает Принципиально Иной Оборот Вот Ещё Недавно Вы Участвовали В конфликте В споре С ребёнком Вот Ещё Недавно Вы Ну По сути Дело Вы родились В состоянии Нервного Срыва И у вас Был Этот Нервный Срыв И вот Сейчас Ну Допустим Вы Понимаете Откуда И почему Ребёнок Так себя Ведёт Вы Понимаете Его И Вы Проходите Ту же Стадию Что И Сейчас Проходит Ваш Ребёнок То Есть Вы Отстраняетесь От Восприятия Самой Себя Как Эпицентра Того Что Происходит И Воспринимаете Это Как Что-то Связанное С Ребёнком Как Что-то Связанное С Очень Важным Для Ребёнка И Это Очень Важное Для Ребёнка Является Познание Оно На Первом Месяце Час Для Ребёнка То Ещё Ребёнок Занимается Познанием Каждый раз Когда С вами В Такой Спор Уступает Он Это Делает Для Себя Приведу Пример Когда Ребёнок Маленький Ребёнок Постоянно Делает Одно И Тоже Мы Недоумеваем Ну Как Так Почему Он Делает Одно И Тоже Например Мячик Кидает Мячик Мячик К нему Подкатывает Он Опять Брат Сорит И Так Нного Много Раз Взрослому Непонятно Откуда Берётся Это Поведение А ребёнок Учится Он Соотносит Себя С реальным Миром Он Соотносит Себя С ним И Именно Так Всё И Остает И То же Самое Здесь Ребёнка Ну Не Спорить Раз За Разом Чтобы На Другом Уровне Соотносить Себя Только Теперь Уже Не С предметом Мира А С миром Людей Так Так Вот Так Ситуация Следующий И важный Аспект О котором Мне Хочется Вам Сказать Вы Сами Следующие Примерно Тому Децентрация Так Отход От Эгоцентричной Модели Поведения Отход От Вовлечения На эмоциональном Уровне Себя Самой Во всё Что происходит Стремление К тому Чтобы Пониматься Почему И как Происходят Объединённые Вещи Следующий Вариант Следующее Направление О котором Я говорил Это было Вот только Одно Направление Следующее Направление Оно Очень Точно Оно Важное Оно Больше В большей Степени Я бы Сказал Ага Оно В большей Степени Исследовательское Оно В большей Степени Знаете Такое Как бы Сказал Пробное Вот Ребёнок Хочет Что-то Сделать Она Вот Как вы Говорите Он Хотел Вас Пойти Без одес Я понимаю Что вы За него Опасались Я понимаю Что вы За него Опасались Ну Давайте Будем Будем Честны Почему Ребёнок Хочет Пойти Без одес Ну Как бы Вот В одной Мальчике Почему Потому Что Ему Это Нужно Он Проверяет Так Свою Значимость Он Так Проверяет Насколько Он Затносит Себя С реальным Миром И Конечно Вы Как мальчик Боитесь Что Ребёнок Будет Заболеть Заболеть Я Не могу Здесь Вам Ничего Советовать Но Это Не совет Это Именно Рекомендация Позвольте Ребёнку Самому Столкнуться С тем Что он Хочет Сделать Вы Знаете Что От этого Будет Вред Знаете Вот Дайте Ему Этот Вред Подчеркнуть Самому Не Не Себе Самому Самому Ребёнку Дайте Ощутить То Негативное Последствие То Негативное Переживание Которое Его ждёт Если он Будет Вести себя Так Как Вы Того Ну Как Вы Того Не Хотели Смотрите Вы Пишите У вас Через 10 минут Ответственность Снова Взяла Вы Вернулись И надели Другую Одежду А Ребёнок Мёрз Молча Как Как Бы Притихнул Да Мёрз Если Бы У неё Эта Одежда Бы Была Она Была Её Попросила Или Вы Сами Быть Сказали Ну Что Тебе Холодно Холодно Да Я Видю Ты Мёрз Одеть Курку И она Скорее Сво Согласила Вы Бы Сэкономили Очень Много Времени Не Хочешь Ребёнок Одеваться Хорошо Не Хочешь Берите Курку Несите Её Собор Например Ну Я Не думаю Что Она Такая Тяжёлая Или Скажите Хорошо Не хочешь Одеваться Не Одеваться Просто Возьми Курку С собой Держи Её В руках Например Но Это Уже Компромисс Ребёнок Чёт Ага К нему Прислушивались Это Возвращивляет Но У этого Возвращивления Есть Ещё Один Важный Аспект То Что Да К нему Прислушивались Это Хорошо Всё К нему Прислушивно Но Важный Момент Наш Ребёнок Получает Свободу Ребёнок Получает Свободу Своих Действий Это Кстати Говоря Не только К ребёнку Относится Это Относится Ну К Неопределённому Кругу Людей Вообще Человек Который Чувствует Что К нему Прислушив И Позволили Ему Делать То Как Хочет Он Начинает Нести Ответственность За Это Вот Дайте Ему С этой Ответственностью Столкнуться Позволите Это Сделать Вот Ребёнок Вышил Получил То есть Хотел Но Начал Мёрзнуть Если Куртка У него В руке Ну Скорее Всего Он Её Оденет И Это И В следующий Раз Спорить Он С вами Не Будет А Если Будет Ну Это Опять Таки Тот Самый Познавательный Процесс О Котором Мы Говорим Если Ребёнок Чего-то Хочет И Если Вы Видите Что Прям Открытые Угрозы Ему Это Несёт Оскровенно Например Пальцевую Розетку Ставить Или Съесть Отраву Какую-нибудь Алкоголь Выпить И Дальше Ему Попробовать Как Можно Быстрее Ребёнок Будет Познавать Мир Как Можно Быстрее Будет Понимать А Собственно Так Ли Так Ли Это Хорошо Спорить По Своим Родителям Так Ли Это Хорошо Спорить С Вам Может Будь Всё-таки Мы Лучше Знаете Ну Ну Если Хочет Пускай Всё Что Вам Нужно Это Подготовить Средства Для Того Чтобы Прийти На Помощь Ребёнку В случае Если Он Захочет Вернуть Всё Как Было То есть Принять Вашу Точку Зрения Но Согласитесь Поиск Средств Подготовка Средств Это Совсем Не То Что Спорит С Ребёнком Это Совсем Не То Что 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 То Ему Докат Зато У Ребёнка Появляется Ощущение Свободы И Не Нужно Выращать Эмоции Не Нужно С Вами Спорить И Вам Не Нужно Тратить Свою Энергию На Него Вы Пишите Про Свои Срывы И Пожалуй Об Этом Мы Уже Сказали Но Я Хотел Ещё Немножечко Уделить Этому Внимание Понимаете В чём Дело Ведь Ваша Проблема Она Не Только С Ребёнком Святана Она Святана И Вообще С Тем Как Вы Живёте И Каждый Человек Ищет По-разному Способы Расслабления Способы Релаксации Способы Купирования Того напряжения Которое У него Есть И кроме Того О чём Мы говорили То есть Того Что вам Нужно Найти Такой Вот Ну как Вы должны Найти А Нужно Придерживаться Выражения Эмоций В реальном Времени То есть Вы выращались Вот я Например Вам Скажу Что-то Плохое Да Просто Вот Простейший Пример Я вам Скажу Что-то Плохое Вы Что Сделаете Вы Промолчите Вы Обидитесь На меня Но Промолчите Но Вас Это Садили Что-то Я Скажу Вот И Вопрос Возникает Начал Он Сказал Что-то Обидно Вы Вы Оскорбились Вам Неприятно Стало Хорошо У этого Обязательства Есть Два Элемента Во-первых Почему Вам Стало Неприятно Почему Вас Это Задело И Во-вторых Почему Вы Не Выразили Негатив В Реальном Временном Первое Это Почему Вас Задело Достаточно Сложный Механизм А вот Второе Почему Вы Не Выразили Негатив Мы Годили Не Ходить Попроще И Если Вы Ходите В Легкой Форме Избавиться От Негатива Выразите Его Не Держите Себе Не Надо Если Негатив Поверхностный То Этого Выражения Внешнего В реальном Времени Будет Вполне Достаточно А вот Если Негатив Глубинный То Конечно Будет Недостаточно Особо Выражения И Здесь Переходим К Первому Механизму Почему Газ Садил Не Помню Говорил Я Вам Это Или Нет Но Человека Задевает То Задать Или Иначе Находит Отклик В Нем Самом Если Вам Откровенно Знаете Неуспешный Человек Откровенно Неудачник Откровенно Неудачник Скажет Что Видите ли Вы Неудачница А он Едва ли Не самый Успешный Человек В мире Ну Скорее Сего Вы Над Таким Человеком Подмеетесь И Не Возбремитесь Режет Его Слава А Может Быть Может Быть Когда Он Вам Скажет Что Вы Неудачник Что Вы Неудачница Вы Обидитесь Почему Потому Что Вы Слово Неудачница Воспримите В своем Контексте В том Контексте Который Вам Ближе А Человек Говорил Это В своем Контексте В том Контексте Который Ближе Ему И Получается Так Есть Одно Слово Слово Неудачница Которое Каждый Из вас В моем Примере Понимает По-своему Человек Который Говорит Это Складывает В него Своё Сочиение Например Например Он Имеет Ввиду Там Допустим Деловую Сферу А Вы Воспринимаете Его Слово Воспринимаете Другие Контекции Те Контекции Которые Вас Волную Ну Пусть Это Будет Контекст Семьи И пусть Это Будет Еще Какой-то Контекст Не важно Важно То Что Вы Восприняли Общее Слово Но С другим Значением Значением Которое Ближе Вам И Именно Это Значение Которое Ближе Вам Вас Задело Именно Оно Составляет Корень Ядро Негативного Переживания Которое Вам Доставил Этот Человек Но Вы Только Вдумайтесь Человек Нес Одно Значение Вы Услышали Слово И Вы Придали Ему Другое Значение При этом Изначальный Посыл Человека Вы Перенаправили В то Значение Которое Вы Придали Слово И Получается Вообще Это Говоря Не Совсем Логичная Цепочка Мало Того Что Вы С Человеком Говорите О Радных Вещах Так Вы Еще И Его Изначальный Посыл Который Является Следствием Его Неудовлетворенности Перенесли Перенесли На себя А Все Почему Потому Что Вы Чем Ко Себя Действительно Считаете Не Совсем Удачным И И Это Объяснил Объяснил Для Вас Оскорбиться На Слова Этого Человека Вы Знаете Я Хочу Вам Привести И Такой Пример Если Я Скажу Что Вы Бездетны Ну Наверное Вы Посмотрите На Меня Как На Идиот Ну Как Вы Можете Быть Бездетны Бездетны Если У вас Есть Дет Если Я Скажу Что Вы Не Замужен То Что Вы Одиноко Вы Посмотрите На Меня Опять Странно И Скажете Ну Как Это Я Одиноко Если Мне Времени Бобыть Наедине С 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 там облачка, ни одного облачка, и сказать ну, в общем-то, ну, хорошо, ладно, и пойдете дальше. А сами будете думать, что это за странный человек, который говорит такую глупость, наверное, он не совсем дрожит головой. А теперь представьте себе ситуацию другую. Вы идете, и вы находите с той же ситуацией, то есть также в теловом костюме и также с бумагой но при этом вы видите, что собирается дождь. И в этот момент к вам подхожу я и говорю а вот вы сейчас промокнете и у вас все документы испортятся. Ну, наверное, вы скажете мне что-то грубое, если для вас документы важны. Чем важнее для вас документы, тем более грубым, грубой вы со мной будете. Почему? Потому что затронет ваш личный интерес в том, что происходит. Вы видите, что действительно это так, я как бы сыплю вам соль на раму. То есть я раскрываю то, что уже у вас есть. А теперь подумаем вот о чем. Если бы вы в ситуации которую я опечатал, прошу прощения, у нас немножко жарко и в горле пересыхает. Если бы вы в этой ситуации озаботились бы взять зонтик, например, или документы у вас могли быть тщательно упакованы, то вы опять посмотрите на меня и скажете ну что за ты за человек такой? Хотел, наверное, меня как-то уколоть. Хотел, наверное, надо мной как-то смеяться. Но ведь в действительности-то я предусмотрел этот момент. поэтому прости, но ты опять не уйдешь. И снова никакой негативной энергии, никаких негативных эмоций вы не видите. Почему? Объясню. Теперь когда у вас есть примеры, давайте попробуем все-таки получить понятие. значит негативные эмоции возникают тогда, когда у человека есть дефицит. Дефицит чего-либо. И негативные эмоции не возникают, когда у человека этого дефицита нет. В моих примерах у вас не было дефицита, когда я вам в голосе говорил, что вы одинокий, потому что вы не одинокий, вы это знаете. и в этом у вас нет дефицита. И в моем примере в погоде у вас был дефицит в защите себя и документов от дождя. И поэтому вы среагировали негативно. Поэтому вы среагировали ярко выраженно негативно. Потому что у вас была личная заинтересованность в том, о чем я говорил. У вас был дефицит. А теперь несложно догадаться, я надеюсь, несложно догадаться, что человек испытывает дефицит только тогда и только в том, точнее, человек испытывает негативные эмоции только тогда и только в том, прошу прощения, в чем у него есть свой собственный, личный недостаток. И вот об этом-то и идет речь. Почему у вас имеется дефицит чего-либо? Как вы допустили такое, что у вас стал возможен недостаток каких-то для вас, ну, по-моему, я не знаю, благ, условий, чего-то еще и так далее. Как это стало возможным? Когда я говорю вам о том, например, что вы сейчас промокнете, что вы там, я не знаю, что вы испортите свои документы и так далее, вы переводили свою энергию на меня. а вместо этого вам было бы правильно подумать о том, как вы можете исправить свою ситуацию и сделать так, чтобы вы в ней больше не оказали. как убрать дефицитное состояние из вашего сознания, из вашей жизни. Как убрать этот самый дефицит? вот то, о чем вам нужно подумать. И когда вы увидите, когда вы поймете, когда вы усвоите это понятие, а пока вы мыслите комплексом. То есть, что значит комплекс? Комплекс это ряд типовых признаков. Но эти признаки взяты отовсюду. Я думаю, что объясняя комплексное обществление, можно немножечко описать детское развитие. Сперва ребенок подсоединяет все интуитивно. Потом он копирует поведение других людей. Потом он начинает брать признаки для своего поведения, какие-то обстоятельства абсолютно не связаны между собой. То есть, не связаны с аналитическими цепочками. И из-за этого ребенок ошибается. Так как ошибалась ваша дочь. Например, вы, да и вообще люди мыслят отчасти именно так. В общем, комплекс в них нет понятий. Они не понимают, почему происходят какие-то вещи. И когда есть комплекс, зарезная есть проблема, это исчез. Я думаю, вы знаете по Фрейду. Ну, Фрейду просто все нахуй. Комплексы мешают. Почему? Потому что у человека нет понимания, откуда они велись и какова их суть. Нет понятия. Нет логически выстроенной цепочки относительно того, что у них имеется. И вы когда испытывает постоянное напряжение, вы также обладаете комплексом. Как с одной стороны, это детско-родительские отношения, с другой стороны, это внешнее поведение людей, которые вам не нравятся, с другой стороны, это ваш особо собственный дефицит благ, желаний и так далее. но детско-родительские отношения, они во многом определяются сами родителями, родители требуются понять. Убираем этот признак, он не подходит вам, он неправильный, он неверно формирует ваше поведение. Далее, реакция окружающих людей на вас. Все люди поступают так, как хотят они в их интересах. И люди поступают так, как им позволяют поступать. А люди поступают так, как им нравится. И это их право. А вам, ваше право поступать так, как нравится вам. Так вот, не влияя на поведение других людей, вы можете повлиять на свое поведение. И этот момент тоже нужно понять. Принять идеи такими, какие они есть, без попытки их изменить и позволить себе быть той, кто вы есть. Без попытки себя изменить, подавить и как-то превратить в робота. Вот что вы пытаетесь подавить свои эмоции. Это неправильно. И этот признак мы тоже убираем. Он неверно формирует ваше поведение. И вот видите, мы избавляемся от комплекса. Теперь комплекса нет. Комплекса признаков, взятых из разных свет, нет. А средств одно-одно. Это ваш дефицит. Дефицит каких-либо благ, из-за которых вы реагируете определенным образом на какие-то обстоятельства в вашей жизни и на поведение. И вот этот дефицит мы берем и купируем. Убираем. Убираем этот дефицит. И чудесно был образом все, что нам ранее причиняло негатив, то есть затрагивало наши интересы. Теперь наши интересы не затрагивают. Пожалуй, попробую вам привести еще один последний пример. мужчина очень часто свою женщину попрекает деньгами. Деньгами. Мол, там, ты, деньги, ничего не зарабатываешь, ничего не делаешь, тогда ну хорошо. Ладно. Вас это задевает. Как сделать так, чтобы не задевал? Да очень просто. Стать эмоционально нерависимой. Стать эмоционально и материально незатисленной от вашего муза, который вас прикроет деньгами. вот, собственно говоря, и это является путем купирования дефицита. Дефицита, который у вас имеется. И тогда задевать вас такое обращение в музе, ну, я, естественно, использовал это как пример, не будет. И тогда у вас план того, что будут отсутствовать причины для критики. Причины для критики самой себя. Причины для негативных каких-то эмоций. Источники негативных эмоций у вас будут отсутствовать. Или они будут уменьшаться очень сильно. Так вы еще будете сами себя совершенствовать. Какой страны ни посмотри, а везде по моему мнению плюсы. Плюсы в этом положении. Дальше пожалуй нужно сказать так. Это все была внутренняя часть, а внешняя часть они мы тоже уже сказали. Внешняя часть это такая, чтобы те эмоции негативные, которые у вас возникают эпизодически, а ведь вы не всегда можете осознать свой дефицит до тех пор, пока не произойдут какие-то обстоятельства. Ну вот вы свой дефицит осознали, но вы не можете взять и сразу его купировать. На это требуется время. Но эмоции то уже есть. И их копить в себе не стоит. И тогда тогда я думаю вы сделаете серьезный шаг к обретению гармонии внутри себя самой. На этом все Ирина. Я надеюсь я ответил на ваши вопросы. Я надеюсь что подробно написал. Надеюсь что помог вам. Всего вам доброго и если какие-то вопросы еще будут пишите помогу вам.